Ждать ли весеннего паводка в автономии? Отряд областных спасателей совместно с гидрологами изучил акваторию реки Амур. Гидрологическая разведка проводится с высоты птичьего полета. Чтобы наверняка знать, как будет идти лед, по Амуру необходимы точные расчеты. Толщину покрова изучают сразу в 16 местах. Пункт приземления – мостовой переход в районе села Нижнеленинское. Конструкция находится в стадии возведения, но строителям совсем скоро придется взять небольшую паузу. На сам период ледохода, естественно, необходимо будет прекратить ведение работ, законсервировать эту стройку. Ледоход, как правило, у нас здесь проходит от 15 до 20 дней. Четырехметровые торосы не должны стать испытанием на прочность для моста. Инженеры при разработке проекта учли все тонкости и условия дальневосточной зимы. Пока, по прогнозам гидрологов и спасателей, подрывные работы проводить не стоит. Лед окончательно тронется уже в середине апреля, и его ход никак не помешает опорам мостовой конструкции. Но уже в конце этого месяца здесь проведут повторный мониторинг акватории. Собранные специалистами данные говорят о том, что серьезных ледовых заторов не предвидится. Это значит, что подтопление на территории региона этой весной ожидать не стоит. По предварительным прогнозам, значит, по средним многолетним данным, по имеющимся на сегодняшний момент данным толщины льда, гидрологической обстановки, каких-то прогнозов на то, что будут какие-то нештатные ситуации, на сегодняшний момент нет. Тем не менее, спасатели передали собранные сведения о состоянии ледового покрова на Амуре в Москву. В случае необходимости реку освободят от льда с помощью взрывных работ. Всеволод Ставчанский, Игорь Смешной, Вести, Биробиджан.